Осевший фундамент, прогнившие полы и отсутствие каких-либо удобств жители Сопрыгина-4 боятся находиться в собственном доме. Их деревяшка, простоявшая уже полвека, в крайне печальном состоянии. Самое интересное, в число ветхого жилья строение попало только пару месяцев назад. Правда, переселить людей обещают не раньше 2023 года. Собственники не уверены, что дом сможет выдержать столько времени. На днях обеспокоенные горожане пригласили представителей партии «Единая Россия» и ответственных чиновников. Чем закончилась встреча, расскажем прямо сейчас. Мы живем в аварийном доме. И нас поставили на сегодняшний день на 23-й год. Это куда? В какую очередь вы нас запихали? Извините, пожалуйста. Жить в этом доме опасно. Это ясно и без специальных экспертиз. Еще в 2014-м жители старой деревяшки начали бить тревогу. Писали везде и всюду, чтобы их поставили в программу по переселению. Однако произошла ошибка. Сопрыгина-4 каким-то чудом оказался в списке домов, включенных в реестр капитального ремонта. В это время дома, которые находятся рядом, правильно оформили в свое время документы на включение в программу и более ранние сроки. Этот дом побис, можно сказать, не только номинально, но и официально на словах. Побис в воздухе. То есть, все, там кое-где ремонты подлатали. Дыры, да, 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 да. В результате поставили процент износа маленький, а сделали ремонт безобразно. Мария Филиппова живет здесь с самого детства. С мужем стараются делать ремонт каждый год, потому что дома седают и появляются трещины на потолке и стенах. В марте они поменяли стеклопакеты, но через пару месяцев на них образовались трещины. Хотели убрать эту большую печь, да нельзя, иначе рухнет потолок. Семья Филипповых многодетная. По словам главы семейства, после проведения капитального ремонта стало только хуже. Зимой при сильном ветре в квартире очень холодно. По всем комнатам у нас поддувает. Когда очень холодно, газ у нас постоянно работает, котелок, но все равно температура не поднимается высоко. Особенно по полу у нас малыш ходит, постоянно болеет, ветер постоянно дует. В старой деревяшке нет никаких удобств. Воду носят сами с ближайшего колодца. А так как семья большая, то в день надо сходить не по одному разу. Особенно сейчас, в жаркое время. И за такие неудобства семья еще и дает немаленькую сумму. Вот коммунальные. У нас в итоге 8 тысяч ходит. Все, опять ко платье. Ну да, 8 тысяч. Это неблагоустроенная квартира. Ну, трехкомнатная, но неблагоустроенная. За воду, за какой-то ремонт не существующий мы платим. Вопрос об оплате коммунальных услуг волнует каждого жителя этого дома. После смены управляющей компании суммы в платежках взлетели аж в два раза. Вот у меня однушка, я плачу за нее в ПОК-ИТС, управляющая компания. 2,29 за однушку, за содержание. А раньше у нас была управляющая компания, базис, базис. Платили по 900 рублей. Да, у меня вот двухкомнатная, она 1200 было. Из Медовича 11 написать заявление о муниципальный контроль. Проведут проверку, проверят правильность начисления. В случае установления ошибки, либо какого-либо намеренного действия, управляющая компания понесет ответственность. Еще одна проблема – люди живут как на пороховой бочке. Дом, который расположен напротив и уже давно расселен, не отключен от газа. Я всю зиму наблюдал за этим домом, чтобы никто сюда не ходил. Постоянно вызывал полицию, если кто-то здесь, кто-то вламывается в этот дом. А если подожгут его, дом сгорит, он под газом. Мы взорвемся. Поджигали, и с той стороны уже дом горел. И это мои дети, мои дети увидели, что папа, дом горит. Я вызвал пожарную службу МЧС, они приехали, затушили. Еще спасибо сказали, что вовремя среагировали. А как мы будем дальше жить? Представитель профильного департамента, который также присутствовал на встрече, заявил, ситуацию с газами справят в ближайшие дни. Более того, в ходе диалога жители дома заверили в том, что их расселение состоится раньше, чем они думают. Вместо 2023 года сейчас определен срок до 20-го. Ваш дом стоит на втором этапе. Это 2017-2020 годы. Приоритет по расселению – признание домом аварийным, год признания. Ваш дом признан аварийным в этом году. То есть это перспективы 2020 года. Если будет достаточный объем финансирования, если будут необходимые объемы строительства, и благополучные прогнозы тогда сбудутся. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.